Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет очередное супер-пупер видео Отдаю вещи. Да, в названии у меня написано выбрасываю вещи, но, конечно же, я не совсем такой бездумный человек, который будет выбрасывать прям свои вещи, потому что есть вещи хорошие, вообще в отличном состоянии. Конечно же, я их не выбрасываю куда-то, никуда, а я их отдаю. И у меня насобиралось целых два огромных пакета, просто я в шоке. Смотрите! Вот! Вот такое количество их! Вот такое огромное количество! Вы увидели уже вещей у меня здесь. Ой! Стоять! Стоять, Казбек! И сегодня я буду вам показывать, что на самом деле эти вещи вы уже все видели, и, возможно, вы скажете, как, зачем все ленты отдаешь? Это супер-супер вещь. Например, вот куртка, которую я отдаю, которую вы могли видеть в Инстаграме, у меня фотосессия. Ну, так как фотосессия в куртке случилась, куртка эта у меня уже на протяжении трех лет, по-моему, с большим капюшоном. Помните? Почему говорю, что вот эту куртку, скорее всего, будут жалеть? Именно потому, что она всем понравилась! И меня даже спрашивали, где такую можно купить. Мне в этой куртке очень нравится капюшон. Конечно же, первым делом все вещи я сначала откладываю и предлагаю своим близким подругам. И если они сначала себе что-то выбирают, и потом остальное... Вообще, для меня проще... Ладно, это я в конце скажу. Давайте я сначала расскажу, что же все-таки я выкидываю. Выбрасываю, можно сказать. Ну, выбрасываю из своего дома, да? Уже не мое. Может быть, видели вы тоже. Я ездила в Питер, брала. Это я брала в секунде, но тоже уже сфотографировалась, уже поносила. Здесь большой такой город красивый. Меня немного смущает здесь все-таки то, что здесь нет рукавов. То есть, она такая безрукавочка идет, с высоким воротом, очень все красиво. Такая даже на повседневку. И красный мне очень идет. Но меня смущают голые руки. Мне не совсем комфортно. Это надо, чтобы было комфортно для того, чтобы носить. Ну, я надела это раз-два, надела. Потусовалась, пофотографировалась, и все, можно отдавать. Также я все дома нашла две яркие кофты. Знаете что, у меня на яркий цвет пошло какое-то отторжение. Раньше я очень любила такие вещи, яркие, классные. Прям в видео мне хотелось так ярчить. А сейчас что-то не знаю, что-то внутри меняется. Вообще, я заметила, что у меня внутри меняются периодически предпочтения в цветах. То есть, иногда мне хочется все черное, потом мне хочется все белое. Потом меня берет на серый. Но серый это вообще всегда, как бы, он не пачкается. И главное качество, чтобы хорошее было, и серый тогда вообще не отдам никому. А вот такие яркие вещи, например, какие-то кислотные такие, да, они надоедат. Вот это вот, например, с ветерок, он вообще в идеальном состоянии. Просто ни одной зацепочки, ничего нету. Вот, возможно, кристинке он подойдет. Я его покупала Амису. Амису. Вот такой яркий. И еще вот такой тоже в идеальном состоянии у меня. Хэппи написано. Да, тогда я помню, что это очень символично было. Я такая думаю, хэппи, траля-ля. Ну, смотрите, ну, как-то хочется быть по сдержине, что ли. Что-то такое хочется утонченное. А не вот просто такое яркое. Кстати, он утеплененький немного. Трехнитка, по-моему, или двухнитка. Что-то такое. Как-то говорят, делают. Отдаем. Дальше. Рубашку. Как помните, я брала в секунде. Ну, блин, я поняла, что не то, что рубашки не мое. Вот клетка мне не нравится. Мне не нравится эта клетка. Я, по-моему, в итоге никуда ее не носила. А может быть, даже видео сняла. Просто иногда я что-то надеваю на себя, и мне вот прям нравится, как смотрится. Я думаю, о, огонь. Я имею в виду, что в зеркале я смотрю, ну, так нормально. А на видео потом смотрю, нифига себе, огонь. Я, конечно же, эту вещь оставляю. Потому что сама смотрю, что со стороны очень хорошо смотрится. А бывают вещи, которые ты надеваешь и думаешь, вау, огонь, будет супер. А на видео смотришь, и как-то, ну, нет особых впечатлений, да. И рубашки я не люблю, потому что их надо гладить. И вообще они создают какой-то, да, вообще сильно строгий образ. Но у меня есть рубашки. Классические белые они должны быть. Но вот такая цветная, это не мое. Качество у нее вообще шикарное. Вот я вот в секунде брала. И даже жалко отдавать. Вот это тоже в секунде брала. Вот вы говорите, Селена, ты ходишь в секунд, набираешь, там все время кучу вещей, а потом их не носишь. Нет, некоторые я надеваю. Бывает даже есть, что покупаю какие-то вещи, и вот они лежат и ждут своего часа. Точно так же и с секундом. Это не исключение. Ну, вот это вот яркое. Не знаю, мне что-то принт не особо нравится. Мне он что-то напоминает непонятно чем. Не мое вообще. Так, что еще? Маечка вот такая вот. Я ее уже относила. Она немножко уже подпорчена. Кстати, куртку еще одну отдаю. Вот эту. Да, вы, наверное, ее тоже помните. И что с ней случилось? Вот, кстати, я ее уже на самом деле заносила. Она у меня года 4, наверное, или тоже 3-4. Не, малому 2 уже. До малого она у меня пару лет. Ну, 4, да. Она зимняя. Я ее протаскала зиму. Она мне нравится, что она такая бесформенная. То есть, я ее беременная носила, по-моему. Капюшон. Все суперклассно. Змейка все. Вообще, ничего, нигде не порватая. Все классно. Но накануне я как раз думаю, что она мне поднадоела уже. Ну, вот как-то она уже не сидит. Тем более, мне пришли новые вещи. Скоро будут эти видео. У меня шуба, дубленка новая. Пухан офигенный новый. И помимо этого у меня еще есть куртки, шубы разные. И я думаю, блин, ну пора эту курточку уже, наверное, кому-нибудь задарить. Она очень всем нравилась. Я знаю, что она классная. Но уже этот и принт, и все. Ну, уже как-то, ну, не для меня. И накануне я прихожу с садика с малым, бросаю куртку на пол, потому что мы когда раздеваемся, я все свои вещи сбрасываю на пол, чтобы скорее малого раздеть, накормить, чтобы он себя чувствовал комфортно. А потом уже сама раздеваюсь. И в итоге бросила ее на пол и, выбегая из валины, наступила просто на этот, на замочек. То есть, смотрите, замочек целый, наступила на замок, и он сломался. То есть, сам замок целый, видите, бегуночек целый. Он ездит, все застегивается. Но вот здесь вот оторвалось такой квадратик, за который мы хватаем вот так вот и тянем. Один бегунок остался. Ну, сюда можно повесить любую прикольную штуку. В общем-то, вот эту куртку я тоже в отдачу откладываю. Дальше есть вещи, которые немного попортились, я удивлена. Вот это я заказывала на гипюре, отличная кофточка, классная, зеленая, она в такую дырочку. Ну, я вообще не собиралась отдавать, я просто ее такая раз-раз, и с другой стороны смотрю, а она у меня на солнце выгорела. Не знаю, либо это надо покрасить, обновить, либо просто дома таскать, задом ходить, чтобы сзади тебя не видели. Ну, в общем-то, можно в ней красить волосы, но у меня много всего, в чем можно красить волосы. И вообще, когда я крашу волосы, я все доснимаю, поэтому у меня должны быть... Ну, хотя здесь спереди она нормальная, да? Спереди нормально, а вот сзади. В общем, отдаю вот эту майку. Дальше, не поверите, но я отдаю вот эту вещь тоже. Это худи, которые я заказывала на гипюр. Вы знаете, гипюр я очень люблю, но не все вещи на самом деле имеют супер-мега качество. Какие-то вещи прям вообще классные, то есть можно носить долго-долго, а какие-то, к сожалению, очень быстро портятся. Вот, например, вот эта супер-мега-худи классная, она с начесом вот таким вот внутри. Вообще такая стильная вся. Ой, супер-классная. Ну, короче, она немножко закошлатилась уже. Конечно, все эти катышки... Катышки, да? Катышка. Все эти катышки можно убрать, можно взять бритвы и вот так вот почистить. Но для меня это очень геморройно, и просто она лежит в этих катышках, и я ее не одеваю, и все. Поэтому ее надо отдать, и кому кайф почистить, почистит, и она будет хорошая. Дальше нашла у себя две вот такие юбки. Когда-то давно одну из них я покупала, а одну из них мне подарила моя подружка. Я так, по-моему, ни разу ее никуда и не одела. Потому что она для девочек, а не для тетей таких, как я. Короче, вот она такая. Она на пояс натягивается, ну, здесь на пояс, да? Может, кто-то видел давно, кто меня смотрит? Я как-то там... Образы для Нового Года. И, по-моему, я даже была беременна. Образы на Новый Год. И я вот эту юбку одеваю и какую-то стрёмную кофточку, которую тоже уже давно отдала. Белую вообще. И это выглядит, конечно, на мои 30 лет вообще очень смешно. Я иногда пересматриваю свои старые видео и смеюсь. Короче, у меня вот такая красная. За змейкой сзади. И такая же черная. Черную это я сама себе брала. И, ну, какое-то время было модно. Лет 27-то мне было. Я ходила. Здесь без змейки, без ничего. Вот она. Короче, две эти юбки найдут своего хозяина. Обязательно. Так, кислотная маечка, опять же. Просто кислотная от того, что я ее отдаю. Еще у меня есть вот такой вот, это этот, Парео. Завязочка. Приколенько. Парео отдам. Так, майка черная. Я ее отдаю? Нет. Эту я не отдаю майку. Как она попала? Я что-то не то бросила, по-моему. Гля, вообще. Я не то бросила. Пару вообще из-за случайно попали. Так, вот эта маечка. Это тоже я в секунде брала. Она прикольная. Но я уже, по-моему, в ней что-то сняла. В принципе, такой быстро мне надоедает. Поэтому шортики домашние. Вообще классные. Ну, у меня много шортиков. И у меня на пыль аллергия. Когда идет, поднимается пыль, мне все, мне плохо. Так, вот это вот. А, кстати, в фиксе брала надувательная штука. Тоже отдаю. У меня еще есть майка. Кстати, классная майка. Вообще хлопок. Ну, она немножко заляпана краской здесь. Ну, я тоже можно таскать по дому, по сарайу. Ну, блин, вот если в деревне, например, вещи отдавать. Че, блин? Надел майку и все. Она классная. Хорошая, хлопковая. А, например, там убирать или красить голову. Не все же снимают, как я. Это мне нужно в красивом снимать. А кому-то одел и все. Еще куча обуви. Сейчас я вам покажу. Так, у меня вот такая косметичка. А что, кстати, в ней? Внутри? Внутри мне еще что-то. Для кистей. О, тоже отдам. Для кистей. Вот такая штука. Косметичка. Вот такая. Не помню, где я ее вообще брала. Откуда она? У меня тканевая. Отдам. Кому-нибудь пригодится. Дальше. Вот эту сумочку. На самом деле, эту сумку мне подарила одна из моих подруг, которая живет на Мальте. Мне нечего было тогда носить с собой. Я нужно было куда-то положить вещи. И на самом деле сумочка очень качественная, классная. Но я ее не ношу. И она уже изрядно немножечко так потрепалась. Вот. Но, может быть, кому-то она будет нормальная. Я уже, конечно, такое не ношу. Сумка классная. Это фильм, кстати, какой. Что за фильм? В общем, не знаю, что за фильм. Но сумка хорошая. Так, еще майки. Вот такая голубая. Тоже очень долго относила. Люблю такие майки. С хорошим цветом. Еще вот такая майочка у меня. Хлопок. Еще вот такая майочка. Почему отдаю? Потому что вот немножко рисунок здесь потрепался. Каждый раз я ее одеваю, мне в ней кайф. Но каждый раз я, бывает, в сторисы снимаю или еще что-то. А я этот рисунок думаю, твою мать, надо ее отдать. И потом, вот такие вот классные у меня кожаные штаны есть. Отдаю почему. Я их взяла. А я их вообще брала? Да, их. Вот они впереди еще, видите? Я их взяла, а когда я сажусь или присаживаюсь, у меня ползадницы видно. Короче, они как-то спадают. Видимо, может, пошиты как-то не так. Но они очень крутые, мягкие, классные. Вот все комфортно, попка такая, все супер. Но единственное, что да, ты когда садишься, то есть это вообще неудобно. Это может быть на попу поменьше. Может, у меня уже попа растолстала. В общем, отдаю. Так, дальше я отдаю с фикс прайса вот такие вот. Вот они. Для носочков, для трусиков, для всего. Две такие с фикс прайса. Ле, уже гора-горище. Гора-горище. Отдаю вот эти кроссовки. Кроссовки. Кроссовки Фаберлик. Отдаю вот эти кроссовки. Это оригиналы. Найки. Это мне моя подружка Любашка Дарила Малова. Ну, вот, кстати, они девочки подойдут и мальчику. Классные, удобные. Не надо ничего завязывать. Отдаю вот это. Мои любимые вообще тапки. Я их покупала когда-то давно. Они просто мне маленькие, на самом деле. Они очень впритык. И я даже немного деформировала один из-за того, что большой. И, как бы, вот я носила, деформировала. Мне, видите, даже немножко стерлось сзади из-за того, что я за рулем. Они очень классные. Достаточно известная фирма. И я покупала в Москве на... Сейчас скажу вам, где я сейчас скажу. Блин, метро Динамо. Там большой торговый центр такой есть. Я же забыла, как он называется. Видите, сто лет там не было. Короче, я их носила. Я в них фотографировалась. Классные. Возможно, они, может быть, к Кристинке подойдут. Надо ей померить. У нее ножка чуть-чуть поменьше, чем у меня. Если ей подойдут, то замечательно. Я ей отдам. Сколько я их хранила. В итоге, столько лет не носила. Ну, что делать. Потом, вот такие кроссовки я заказывала. Если вы помните, они у меня светящиеся были сзади. Такие вот. Ну, они нормальные, хорошие, классные. Они даже, по-моему, еще чуть-чуть светятся. Да, вот. Просто там не все светятся. В общем-то, их можно и не включать. Вовсе. А, один не светится. А один светится не полностью. Короче, вот эти кроссовки я тоже отдаю. Босоножки. Тут сколько обуви у меня хранилось. Это уже очень давно я покупала. Вот такое. Это очень высокое. Я в таком не хожу. И мне ходить и некуда. В общем, уже платформа, и это слишком для меня. Что мне выпендрется. Ну, и вот тоже черное. Это в центре я все покупала. На самом деле, в центре очень много такой вот классной обуви, которая мне нравилась. Тоже. Не знаю, куда это кому-нибудь да пригодится. Кто-то в таком носит. Я иногда в метро в Москве или еще где-то я спускалась и видела девушек в аэропорту часто. Просто вот такая платформа, вот такой каблук. Я смотрю и думаю, как в этом можно ходить. Я понимаю, что у девочек может быть, ну, невысокий рост. Они за счет этого, конечно, очень эффектно выглядят. Сразу себе там сантиметров 15 добавляют. Ну, они, наверное, уже привыкли, но я вообще, я сейчас даже каблук не ношу, я не могу. Вот небольшая платформа меня уже напрягает, но я отвыкла. Я носила раньше. Так, вот такие кроссовочки, это тоже, наверное, достанутся одной из девочек, которые у нас тут родились недавно. Можно девочке, можно мальчику. Вот мы с Денькой пару раз садили. У меня такие же кроссовки, но такие же я свои не отдам, а вот кроссовки маленькому ребенку можно отдать. И вот такие вот еще ботики у меня тоже очень давно стоят. Я в итоге их одела, может быть, пару раз. Они абсолютно новые. Вообще, даже подушево ни капельки не стерто. Просто я такое не ношу. Мне понравилось в магазине, я купила. И вот оно у меня стоит уже, я не знаю, лет 5. И в итоге я не пользуюсь. Поехали дальше. Что я отдаю? Я отдаю, как вы помните, в Ашане я брала эту пудру, потому что этот запах вообще не мой. И вот этот блеск, потому что тоже запах. Это важно. И вот этот спонжик я тоже отдаю. Потому что он не работает у меня. И еще недавно я открываю свой пакет. Такая думаю, о, я же со старой квартиры притащила кучу всяких шампуней, туда-сюда начинаю смотреть, а все просрочено. Естественно, это я никому не буду отдавать, это я выбрасываю. Просто хочу вам показать, что я выбрасываю. Мне жалко. Фаберлик Эксперт. Это глубокое очищение. Черный шампунь. Вообще очень классный. Классно пенится, классно пахнет. Я его помню. Так жалко мне его выкидывать. Маска для тела антицеллюлитная. Мы тоже с вами когда-то отдельное видео снимали по ней. Гринмама. Вот такая... Это вообще я даже не открывала. Ну все запечатанное. Русские травы, пена для ванны. Я иногда думаю, ой, пена для ванны, соль для ванны. Супер. Времени абсолютно на это все нет. Целый вот такой вот Фаберлик Биоактив. Тоже просрочился. И вот такой Organic Shop масло пенящийся под водой. Вообще классно было. Ну и все. Это я выбрасываю, потому что оно реально просроченное. Вот все это я отдаю. Работаю, как всегда, со своими привязанностями. И, конечно же, я понимаю, мне очень жалко все отдавать иногда. Ну, что-то не жалко отдавать, а что-то жалко. Порой, знаете, что-то бывает такое, что я что-нибудь отдаю, потом это увижу на комнате своих подруг. Над Кристинкой часто подшучиваю. Говорю, а ну-ка отдай. Неужели я это тебе отдала? Вот. Ну, конечно же, нет уже. Я люблю новые вещи. Я люблю обновляться. Просто не всегда приходит замена достойная. То есть есть куртки какие-то, которые я ношу. Я знаю, здесь классный капюшон, здесь вот все супер. То есть ничего не портится, все замечательно. Тебе нравится. И я храню-храню эту вещь, потому что знаю, она мне пригодится куда-то с малым в садик выйти, раз накинула, все удобно, все комфортно. Берешь что-то новое, то тебе длина не подходит, то тебе некомфортно как-то в ней, то капюшон как-то там не так сидит, да, и все равно продувает где-то. Что-то продувается, задувается, что-то в конце концов портится. И я поняла, что пока я не найду достойную замену своим вещам, я их отдавать не буду. Либо конкретно уже, когда лежат вещи, у меня бывает что-то лежит, я об этом даже не знаю. То есть я сейчас перебирала вещи свои, делала небольшую перестановку, и такая, ой, это у меня есть. Вот такое даже бывает. Поэтому, как видите, еще две сумки я насобирала. Что по поводу отдачи, девочки. В прошлый раз я показывала видео, и в этом видео я говорила, вот, пишите мне, я отдам, что вам нужно. И на самом деле очень сложно это оказалось. Сложно тем, что люди пишут, тревожат, можно сказать, да, то есть занимаюсь своими делами, я отвлекаюсь, пишу. И в итоге я отправила, по-моему, одной или двум девочкам, которые реально, ну, оплатили доставку, потому что, извините, вес может быть разный, куда-то далеко отправлять, это все стоит денег, и я за свои деньги, естественно, не буду все это никому отправлять, то есть отправка за счет девочек, которые что-то хотят. И в итоге очень часто было такое, что мне два-три человека пишут на одни и те же вещи, потом я отказываю кому-то, а тот, которому я не отказала, первый написал, да, то есть пропадает куда-то. И все равно эти вещи стоят, и стоят, и я жду, и вот это мне постоянно делать объявление, что если хотите, забирайте, то есть искать людей, которые писали что-то. В общем, все это сложно, поэтому, девочки, практиковать этот момент я не буду, я эти вещи просто знаю кому отдать, вот так вот две сумки, я просто отдаю, и там уже разбираются, то есть там есть люди в деревне, отвозят все это, кому что нравится разбирают, и я знаю, что это знакомые знакомых, что все хорошо, все не пропадет, все будет носиться, и людям действительно это нужно, то есть это не отдается куда-то, кому это нафиг не нужно, да, то есть такие дела. Поэтому просто вам показываю, от чего я избавляюсь, помогаю вам работать с привязанностями, если вы тоже хотите разобрать что-то, да, по каким причинам я выбираю вещи, и почему именно эти вещи я отдаю, возможно, вы тоже сможете освободить что-то в своем гардеробе и как-то поработать. В общем-то, вот такие дела. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео вам понравилось, было интересным, полезным, надеюсь, ваше сердце не щемило, когда вы видели куртки, которые я отдаю, или какие-то вещи классные, суперские, я их отдаю. Пусть порадуется кто-то другой. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok